Всем привет! Меня зовут Александр Борисович. Мы занимаемся комплексным ремонтом в городе Ставрополь и его окрестностях. Сегодня нам предстоит укладка клинкерной плитки. И вот мы решили использовать для этого продукты компании Weber Vitanit. Решили использовать два продукта. Это клей Weber Vitanit Granit Fix и затирка Weber Vitanit Deco. Данный клей предназначен для укладки керамической плитки, керамогранита, искусственного камня и клинкерной плитки. Вот для клинкерной плитки мы его и выбрали. Про затирку есть вся информация. Вот прямо на пакетике эта затирка служит для швов от 1 до 8 мм. У нас на клинкере будет швов от 1,5 мм. Значит, эта затирка тоже подходит к нам в лучшем виде. Впоследствии, я думаю, покажем еще несколько продуктов данной компании. Ну а пока начнем именно с клея и затирки. Продуктов данной компании мы практически никогда не пользовались. Но если не считать того времени, когда мы использовали шпаклевку LR Plus от Vitanit, когда пытались из нее сделать декоративную штукатурку. Кстати, покрытие получилось достаточно качественное. И, наверное, в последующих роликах я сниму еще несколько мастер-классов и покажу, как мы раньше декорировали стены этим продуктом. После небольших приготовлений сейчас начнем выкладывать уже плиточку. Выкладывать начнем не сразу вот от фанеры, ведь у нас здесь еще будет финишное покрытие. Будет пробка, подложка из пробки. Будет паркетная доска, будет плинтус 60 миллиметров. Я вот приготовил брусочек из фанерки, из обрезков. Поставлю его к стене. Он как раз 80 миллиметров. И начнем выкладывать. Так же, чтобы потом мне не гулять тут и не искать размеры, куда у меня должен клинкер заходить, где выступать, я его ограничу все-таки какими-то брусочками. После того, как клей замешан, и вот ограничения у меня уже все тут установлены, то вот на соседней стенке еще решил провести такой небольшой тест. Посмотрим, при приклейке клинкера сползает он, не сползает. Ну и как вообще он себя ведет на стене. Ну вот видно было, да, что я клинкерную плиточку прилепил, и никуда она не сползает. Вот как бы я ее не сделал, она в том же и остается. По большому счету, клинкер на этот клей можно клеить и сверху вниз. И вот эти свойства клея дальше нам там очень сильно пригодятся. Так как нам придется на некоторых столбиках плиточку выклеивать сверху вниз. Ну и поскольку у нас уже все готово для укладки плитки, эксперименты, которые нужно было провести, провели. Начинаем укладку. Эластичность данного клея позволяет компенсировать незначительные деформации основания и плитки, что позволяет использовать его для системы теплый пол. Или вот как в нашем варианте, можно клеить плитку на основание из ГВР. Также пластичность данного клея позволяет комфортно работать с ним как в момент нанесения его на основание, так и в момент приклеивания. При нормальной температуре и влажности клей наносится на такую площадь, которая может быть апплицована в течение 15 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, кое-какой результат налицо. Все, теперь можно вставать с колен и продолжать выкладывать стенку выше. Клей ни грамма не подсох, не потерял свою липкость. Ну, нравится он мне, да. Буду продолжать. С вами увидимся чуть-чуть попозже. После укладки плитки можно посмотреть, что у нас получилось. А получилось именно такие ровненькие столбики. ГВР полностью у нас закрыт. И клинкер уложен такими ровными рядами. Как все могли заметить, швы и плиточка у нас почищены. Ну и выдержаны уже какое-то время на стене. Далее можно приступить к затирке плитки. Как собирались, будем применять затирку Weber Vitanic Deco. Это будет у нас затирка белого цвета. О чем и свидетельствует маркировка на данном пакетике. Просто из 30 вариантов цветов заказчик выбрал белый. Для удобства видеосъемки начну показывать затирку вот здесь вот перед глазами. Ну, а потом перейдем и на всю стену. Просто снимать на полу или возле потолка не очень удобно. Поэтому покажу именно в этом месте. Благодаря своей пластичности затирка легко заполняет швы. Также она не липнет к самой плитке, что значительно уменьшает ее расход. Работая с затиркой, не надо на мелкой плитке сразу стараться сделать все стены. Потому что это практически будет невозможно. Вот как только начинает она подсыхать, ее сразу надо смыть влажной губкой. У меня обыкновенная поролонная губка. Ну, просто она черного цвета. Затирка получается настолько плотная, что препятствует распространению грибковых бактерий. Промывая поверхность клинкера, мы тем самым еще и увлажняем дополнительные шовчики. Поэтому они у нас получатся ровненькие и красивые. Они тоже быстро пересохнуть не должны, а должно все-таки произойти химическое отвердевание. После того, как плиточку пару раз промыли, оставили она высохла, стерли все полотенчиком. После этого на некоторых плитках еще продолжается виднец вот такие небольшие матовые пятна. Как мы убираем вот эти матовые налеты? Для этого используем обыкновенную автомобильную тряпочку. Ну, я вот о чем говорю. Многие знают эти желтые баночки. Такая как бы искусственная замша или как там ее называют. Вот такая фигня. Хорошо ее моем. Насухо сильно не отжимаем. Нам нужно увлажнить вот эти матовые участки. Теперь еще раз ее моем. И протереть теперь насухо то, что мы намочили. Данной тряпочкой пользуемся по совету друзей. Привет, джентоз! Привет, полетел в Витебск! Вот теперь нужно протереть на сухую то, что мы намочили. Конечно, на клинкерной плитке такая тряпочка проживет недолго. Но результат стоит того. Уж не так она дорого стоит. Зато результат получается очень хороший. И возвращаясь к нашему клинкеру, мы можем все посмотреть. Плиточка все затерта. Все пятна убрали. Затирочка получилась вся ровненько. Также отторван уже весь скотч. Дальше постараюсь еще показать пару-тройку продуктов этой компании. Но это будет уже немного позже. На этом видеоролик будем заканчивать. Кому информация была полезна, палец вверх. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте свои комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok